Десятиклассница Арина Алясина со своей будущей профессией определилась два года назад. Девушка хочет стать хирургом. Уже выбрала профессию, которую хочу связать с своей жизнью. Это медицина. И учителя помогают, они направляют нас на верный путь и объясняют, как лучше нам узнать информацию, чтобы было в жизни легче. Сегодня в Самарском дворце спорта имени Высоцкого начал работу первый всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки». Более 800 старшеклассников пригласили на интерактивную выставку. Ее экспонаты – новые разработки 15 вузов губернии. Такое общение с студентами и преподавателями поможет определиться с будущей профессией. Вчера школьники сегодня делают такие вещи. Меня они поразили. Мне это очень приятно, что здесь это представлено. Так оно и должно быть. Вот сюда их на выставку надо везти. Не показывать, сука, машину, сука, что-то. А вот когда они увидят, что вот это сделал его, ну, можно сказать, вчерашний одноклассик, это впечатляет. В соответствии с принятым Самарской губернской думой законом об областном бюджете на отрасль образования в этом году предусмотрено порядка 48 миллиардов рублей. Вообще, Самара и регион Самарский – традиционно выдающийся центр высокотехнологичной деятельности. И не случайно Самара – город водовой доблести. Вот это все сохранилось. С российских форумов «Вектор Самарской науки» будет идти три дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok